Я закончил училище в Краснофимске после 10 класса. После этого меня призвали на военную службу в учебный конкурсский центр, где я закончил учебку на первой операторе радиолагиационной станции. Затем после учебки нас направили в Закарпатье. Там сформировался полк, который должен был сформирован прибыть в Египет. Нас передели перед тем, как посадить на теплоходы, в гражданскую одежду. Мы военную одежду сняли нашу, оставили в России. Затем мы в гражданской форме доплыли до Александрии. Там нас передели в форму египетских солдат. Это было так задуманное, как правительство так решило. И потом мы погрузили свою технику на Лашаваны. Я работал на комплексе КУП по низковетящим целям ПВО. Приехали в Алексею, там разгрузили все. И полк, пять батарей, мы рассредоточились вокруг этих асуанских гидроузлов, которые давали свет на весь Египет. Как раз в Египет пришла война Израиль и Египет. Израильская авиация хотела разбомбить эти гидроузлы, чтобы Египет погрузился во тьму. Но мы не дали этого сделать. Я там прослужил полтора года, ну как провоевал. Жили в землянке, в пустыне Сахаре, так сказать. Автомат под боком, тут шакалы, крысы бегают. Ну и по тревоге занимали места. Я был первым. Оператором, он раз сзади сидел второй. И четыре пусковых установки. Ну мы свое дело сделали. Как говорится, самолеты подлетали израильские, но обнаружив нас там, разворачивались и уходили, как говорится, обратно. Ну затем я отслужил свой срок. Уехал оттуда уже. И война еще продолжалась полгода. Потом наш полк вывели. Все. Тут моя служба закончилась. Военных действий. АПЛОДИСМЕНТЫ